здесь я буду менять крышу хотел сносить этот сарай наверное его сносить не буду народ а если без шуток можно представить что здесь у меня живет рейк вот такой вот народ у меня вид с крыши сарая сливы поспели в принципе на днях настолько их много не было москве я иногда мимо проходил вот эти на рынках торговцы торгуют если не пускал то есть не мог себе иногда позволить там когда зарплату потратить и какие-то копейки остаются заходишь на рынок а там она громадных денег на про москву вот а здесь по ней просто ходит давайте на камеру покушаю как это сейчас модно даже один канал есть такой даже не один кто кушает именно на камеру собирает лайки подписчиков да ну я наверное не буду озвучивать этого человека даже этих людей их много потому что я никому рекламы делать не не собираюсь вот такой вот у меня гараж ой под ногами какая-то хрень такая шуба кстати модная пилка книга настоящий в этой шубе буду точно ней можно снять клепец какой-нибудь новый свой это что-то ну крыс я почти вытравил кто-то один монстр живет он еще отравку не дает думаю уже недолго осталось народ все-таки я решил спуститься погреб ну что народ полезли в погреб осторожненько он одна видите да я фонарик зажжет фонарик включил одна сломана ножка одна валяется тут матушка моя закрывала всякие соленья вот это что такое это компот ну-ка года три я сюда точно не лазил блин не дай бог он вернется сюда я не знаю что я тогда буду делать это наверное как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь хотя я наверное не прокакываюсь а вернее я прокакываюсь но хорошо столик у меня сливы всем видно сколько у меня сливы народ что-то я уже обожался этой сливы пока вам тут вот это показывал дегустатку вот здесь я буду менять крышу хотел сносить этот сарай наверное его сносить не буду потому что в принципе он нормальный вернее матушка моя ему хотела сносить его не буду сносить на вот это слово сносить от него мне не хорошо становится потому что в принципе нормально тут только вот крышу подлатать вот это весь вам вынести отсюда можно но крыс я почти вытравил тут один монстр живет он еще отравку не дает думаю уже недолго осталось или ней кто это что за особь кстати крупная сволочь никак ее заснять не получается прям недавно заходил я увлечь меня вода воды набрать на огороде полить растения да я мне между локом прошмыгнул то есть такая вот тварь на глаза старается не попадаться мне даже на кухню по этой дырочки видите да она провозит короче на эту дырочку она выходит на кухню в дом видимо там ходы целые да и короче меня гуляет по дом тварь когда-нибудь я с ней разберусь ее детей двоих я уже ликвидировал осталось мама или папа а может их двое я не знаю думаю скоро я это узнаю как в фильме горец из нас двоих останется кто-то один вот так же и сейчас я поставил себе цель что или она или я принципе вот я крышу эту буду тут все подделаю даже какой-то пластик лежит его тоже можно использовать фундамент я естественно буду цементом тоже это позже буду делать тоже сниму на видео как я все ходы замурую и ты суки мы дочери или сына не знаю кто-то так что так вот для начала нам надо крышу вот такая вот крыша вся уже рубероид он уже весь видимо смыло его дождем что-то мама кого-то нанимала наверно скидывали чуть до конца не наделали недобросовестные работники бы и вот я сейчас его поснимаю поскидываю отсюда и буду шифер класть это я все тоже сниму как это все происходит потому что в принципе сарай нормальный можно как курятник использовать или кроликов в нем держать с крысами только разобраться чтоб они не съели ничего такую живность они любят кушать как и харьки как и лисы грызуны вот такой вот народ у меня вид с крыши сарая прикольный вид такой красивый на соседские дома мой дом конечно тоже труба которую нужно тоже чинить вот эти вот куски рубероида нужно снимать и все переделывать сарай ломать не буду только крышу шифером покрою вон он лежит если видите такой вот шикарный вид такой вот вид дождик начинается мой дом ветер да всем слышно как шелестит листва уже прохладно я мимо шел гаража и вот такое зрелище увидел сливы поспели в принципе на днях но столько их много не было вот такая вот слива вот я думаю видно пока зеленые весят вот они такие вот пока зеленые вот я хожу по спелым я прям по ним реально на руку еще одна упала которые трогал но она не созрела вот это вообще на попку похоже такая вот папочка такая вот она сочная спелая внутри слива такая вот мякоть но вся вся сочная с я ее даже слушаю это что-то очень вкусная слива вот их сколько видите да много блин я по ним хожу как по минулу полю раздавил парочку жалко на москве я иногда нему проходил вот эти на рынках торговцы торгуют если у не пускал то есть не мог все иногда позволить там когда зарплату потратишь на и какие-то копейки остаются заходишь на рынок а там она громадных денег на я про москву вот а здесь по ней просто ходишь такая вот мякоть нектар это нектар это сок это прям как вот нектар продается только натуральный вот натуральный какой там сок загустителями под нектар а вот это реальный нектар даже на пальце он сколько много там показать как все я по ней хожу я по-миному полю действительно дача спелая красненькая такая спеленькая сливка там действительно сливки от слова сливки какая касается надо ее скушать вообще-то блаженство не передать салами столько народ я слива насобирал за полминуты буквально видно да это за полминуты он еще показать как осталось видно всем да вот столько у меня сливы всем видно сколько у меня сливы давайте я на камеру покушаю как это модно сейчас кушать на камеру салопротрую чтоб меня это хотя я наверное не прокакаю все вернее я прокакаюсь но хорошо пропоносит меня точно не пропоносит потому что я уже не за первый заход сюда здесь оказываюсь я уже кушал эту сливу вот и у меня стул был но стул хороший то есть как бы не крутил живот ничего от самое главное то есть я ее здесь могу не мыть в отличие от того где я покупал до этого на рынке да тоже москве и надо все мыть потому что пестицидами обработано здесь ничего не обработано можно прям земли поднимать и кушать давайте я на камеру покушаю как это сейчас модно даже один канал есть такой даже не один кто кушает именно на камеру собирает лайки подписчиков да ну я наверное не буду озвучивать этого человека даже этих людей их много потому что я никому рекламы делать них не собираюсь давайте я покушаю и вам покажу хотя бы какое-то наслаждение очень вкусно по вкусу напоминает нектарины только там сок обычно весь разбавленный сок нектарин кстати тоже напоминает ну вот сок да который пачки берем с мякотью там обычно мякоть она искусственная загустители всякие да здесь мякоть натуральная но это фрукты да и вот сочные мягкие мясо одно мяско вы знали как это вкусно народ очень сладкие сочные вот одна мякоть вот одна мякоть давайте подальше сяду от камеры что-то я впритык сидел вообще народ что-то я уже обожался это сливы пока вам тут это показывал дегустацию что мне уже чё-то хреново червила кстати бывает очень управлять как и люди тоже бывают червилы что-то мне уже не лезет меняется слива косточку выкинули и приступаем очень вкусная слива очень как прям нектарин вот сок только в образе сливы ну наверно все нектарин пробовали я уже говорил что он обычно с красителями всякими с добавками там есть всяких море но вот натуральная очень вкусно ну что народ пойдемте ко мне в гараж вот такие вот ворота вернее дверь на на ворот это не смахивает и погреб виднеется старый погреб бункер если война начнется нужно там прятать а теперь нам надо достать эту лестницу которая внизу этого темного бункера вот такой вот темный и сырой как бункер погреб главное теперь на блестницу взять и туда не свалится берем да вся уже гнилая зря наверное блин зря я вытянул эту штуку я могу сделать ну ладно и достаем лестницу такая вот лестница вся уже убитая временем как погреб в принципе тоже теперь нам мы вернее я вытянул одну перекладину по своей дурости или тупости теперь нам надо найти замену или переставить местами сейчас что-нибудь придумаем с вами вот такой вот у меня гараж ой под ногами какая-то хрень бак железный вот двери их можно кстати куда-нибудь приспособить доме например как раз там одна дверь не двери 1 вы видели видосе такая шуба кстати модная рэперская книга настоящего пишу не буду точно в ней можно снять клипец какой-нибудь новый свой у меня кстати есть много треков собственного сочинения а также видеоклипы вы можете найти это на ютубе также можете найти поисковике вбив mc юджин там будет море моих треков ну как не море песен 85 90 точно уже не вспомню сколько я записал плюс где-то 10 видеоклипов может чуть меньше то есть все это вы можете найти ссылочка будет в описании под этим роликом вот поэтому я думаю эту шубу конфискую что-нибудь клевое сниму да так что тут еще тут всякие коробки там соседи за стенкой тоже гараж кстати так что есть такой не один подземный житель главное чтобы здесь крыс не было потому что сарая я вам уже показывал даже ловил наклей потом ее обезглавил крысу крысу крысеныша вернее маленького потом второго поймал но не стал снимать и вот 3 там громадная крыса бегает видимо мама или папа вот все хавает хавает отраву никак не может это накопытиться так же на клинику падает сволочь лапа 1 раз туда чувствует что прилипло и лапу убирает то есть эту тварь никак не могу уничтожить но придет и ее день тогда я вынесу смертный приговор или приговор как правильно говорить и произведу казнь кстати может тоже с ним вот такой живодер все защитники животных наверное на меня сейчас злые но что поделать это грызун который во первых переносит на себе море всяких болезней надо камеру к себе повернуть надо осторожненько а во вторых эта тварь очень больно кусается и потом у кого делать я не хочу поэтому даже сплю до сих пор со светом потому что я семейку истребил конечно эта мразь может мстить крыс они очень умные создания как люди вот она может мстить в стучу по деревяшке без носа или без уха не хочу остаться вот поэтому надо быть настороже вот а когда эта сучка видит то что и лет гад видит что свет горит в коридоре да вот я в комнате не зажигаю я вообще не смог уснуть видимо все равно он не рискует вот но стоит мне я думаю без света оказаться в полном доме в темноте этот парень отгрызет и не подавится даже поэтому не будем ловить до конца народ все-таки я решил спуститься в погреб воняет такой плесенью сыростью в погребе надо спускаться надо нам подобрать вот эту штучку которую мы потеряли поэтому у нас выбора нет и выхода нет хотя то могут вот такие вот крысы быть куда нам деваться мы взялись за миссию спасти вселенную шутка номера бы не дошуток на самом деле я уже говорил во многих роликах что мне не дошутки хотя сам шучу надо спускаться вниз тут уже лестница вся гнилая тоже мы думаем чуть и не сломаю ну что народ полезли в погреб осторожненько он одна видите да я фонарик зажжу фонарик включил 1 сломана ножка 1 валяется так сейчас нам надо как нибудь аккуратненько опа так вот слазим это крышка вот бункер здесь хавадрыга вот крышка надо ее достать вот это наша то что я по своей дурости выкинул наверх и туда кинем тут матушка моя закрывала всякие соленья вот это что такое это компот ну как года три я сюда точно не лазил так это наверное сливовый в принципе можно его я думаю употреблять в пищу потом вот это помидорчики такие деревенские очень вкусно я думаю с картошечкой отварной с маслицем деревенским тоже огурчики такие вот огурчики пупырышка все настоящие тоже деревенские хрустящие и солененькие малосонные и как правильно или соленые вот даже подписаны банки виноград видно всем до виноград от мамы виноградный сок и подумайте не вино не самогон это компот или сок виноградный все же в плесени все банки видите да но не вздулись крышки крышки хорошие значит можно употреблять вот несколько плесени так что у нас еще интересного малиновое варенье тоже вот вся уже плесени банка такое вот варенье матушка моя делала здесь доски гнилые все уже тоже все надо здесь все делать все чинить вот тоже баночки тоже огурчики таджика я так понял я еще баночку взял у соседей спросил для это таджика это баклажаны такие вот я думаю очень вкусно будет с картошкой жареный свареный картошка мое любимое блюдо вот тоже томатный сок такой вот борщ с него наваристый можно сделать сварить наваристый борщ вся крышка запилилась так вот тут наша лестница принципе не очень высоко так если какой-то пакет ну в принципе все это у нас это у нас чтобы дышал погреб вроде никаких монстров здесь не живет никого мы не встретили тоже завалялась а это что у нас тоже малина тоже это я крестную возьму баночку в москву она любила у мамы гостить всегда гости приезжала отдыхала я думаю ей будет приятно она поменят скажем так мою маму мама моя и сестра двоюродная короче здесь надо полочки вот здесь менять ставить все на новую все ржавые и гнилые поэтому я этим займусь ближайшее время потому что все прогнило мамка естественно этим не занималась там тоже вон дырки присягу надеюсь меня за задницу никто не цакутся я лучше не буду не хочу потом это от бешенства делать уколы вы не хотите чтоб я пришел за вами когда заболею бешенством этот по башке шли все постучать не по деревяшки ну короче так вот я вам показывал огурчики очень вкусные принципе я фонарик на камере включил думаю видно эта крышка слава богу не от гроба от погреба кстати если начнется третья мировая я вас приглашаю в этот бункер здесь пересидеть мест хватит на всех вот если буду по билетам пускать не бесплатно поэтому так вот мы живем скромного са вкусом ну что пойдемте наверх народ а если без шуток можно представить что здесь у меня живет рейк знаете такое создание блин не дай бог он вернется сюда я не знаю что я тогда буду делать это наверное как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь страшные сказки это только не сказки это все в реальности народ вроде бы меня здесь не видно он каждую ночь сюда возвращается вроде бы его нет вроде бы говорят мифическое на самом деле он есть я каждую ночь слышу какие-то шорохи в этом поэтому мы не будем здесь долго задерживаться иначе он может вернуться и тогда мы будем здесь долго а если видишь что я снимаю и вам это рассказываю он и вас тогда тоже придет за вами и вам тоже будет она поэтому давайте бегом отсюда выходить не забывайте кстати ставить лайки комментарии также подписывайтесь на мой канал на ю тубе если он вам интерес я думаю вы подпишитесь на меня хотя бы потому что я рискнул оказаться здесь также у меня есть страничка и группа вконтакте подписывайтесь на страничку и вступайте в мою группу мне кажется что сейчас оттуда снизу такие лапы меня схватят удачат меня туда под доски поэтому давайте пойдем отсюда быстрее крестная привет ну что народ я думаю мы на этом съемку закончим ролик и так получился довольно длинный поэтому ставьте лайки комментарии подписывайтесь на мой канал youtube также есть вконтакте у меня там группы и страничка также есть в одноклассниках теперь я там новую страничку завел поэтому там тоже можете добавиться ко мне друзья на группу пока я там не сад не успел создать что еще вам сказать спасибо что вы были со мной все это время мне очень приятно надеюсь вы на меня подпишитесь поскольку у меня мало подписчиков и у меня новый канал мне будет очень приятно если вы подпишитесь и поставите лайки также комментарии неважно плохие или хорошие мне все равно это важно видеть активность на своем youtube канале вам большое спасибо за внимание пока